Пришлось хлебнуть горе, выдержать стычек с врагом, шагать через болота и леса, выбиваясь из сил. Но к своим войскам он вышел настоящим солдатом, в полной форме и с оружием. В дни тяжелых испытаний он встретил настоящих людей. Рядом шагали стойкие, сильные духом старшие товарищи, которые воодушевляли его словом и личным примером. В 20 лет Петров уже командовал батареей. Там, где проходило его подразделение, оставались подбитые танки, исковерканные пулеметы, уничтоженные дзоты врага. Выдержка и уверенность в успехе никогда не покидали командиры. В жарких сражениях на Северском Донце его батарея пленила вражеский полк. Она до последнего снаряда держалась в Харькове. В битве под Воронежем отступили соседи-пехотинцы, но артиллеристы Петрова не двинулись с места. Под Старомосколом, укрываясь в лесу, стояли колонны автомашин, орудия и саперные подразделения. Вражеские самолеты бомбили переправу через Северский Донец. Стоял страшный грохот. В воздухе витали тучи густой пыли. Доносились стоны людей. Горел мост через реку. Погасить огонь не было никакой возможности. Над рекой кружили, сбрасывая снаряды летные машины противника. Дорога на плацдарм была отрезана. Вдруг наши воины увидели, как на противоположную сторону переплывало противотанковое орудие, которое шло по воде само собой, без усилий людей. Как оказалось, оно было зацеплено за крючья тросами, и на плацдарме его тянул тягач. На середине реки орудие скрылось в воде. Невдалеке от берега вынурнуло, и вскоре поползло вверх, покруче обрыва. На берегу у воды, не обращая внимания на бомбежку, стоял молоденький Василий Петров. Он и устроил эту необычную переправу. Казалось, что с потерей моста был совсем закрыт путь на плацдарм, и он, офицер-артиллерист, нашел выход. Таким способом было переправлено не одно орудие. Вскоре воины увидели, что Петров подъехал к мосту на газике. Вместе с водителем он прямо в одежде полез в реку, чтобы набрать в брезентовое ведро воду. Облив машину, быстро сел рядом с водителем, и на полном ходу они влетели на горящий мост. Газик скрылся в пламени и дыму, но вскоре пуля выскочил и понесся дальше, догоняя тягач, скрывшийся в лесу. Обстановка у деревни Щученко создалась настолько тяжелая, что некоторые офицеры даже растерялись. Невозможно было подступиться к воде. Ни днем, ни ночью не прекращался ураганный огонь фашистских снарядов, мин, бомб. А время не ждало. Октябрьской ночью от нашего берега отчалили два парома с артиллеристами и пушками. Вражеские батареи открыли бешеный огонь. Наблюдавшие за переправой гитлеровцы не заметили, что десантники бросились в воду и вплавь добрались до противоположного берега и стали оборудовать позицию. Петров по рации доложил командиру бригады о благополучной переправе, и ему в помощь были отправлены несколько артиллерийских орудий. Но случилось непредвиденное. Фашисты бросили против маленького отряда десятки танков и решили разделаться с десантом одним мощным ударом. Атаки следовали одна за другой. Почти два дня без передышки гремели орудия. Падали убитые и раненые. Иные пушки совсем оставались без расчетов. Петров появлялся то у одного, то у другого орудия. Сам становился на место убитого наводчика и подбил четыре танка. Напряжение боя возрастало. Один из подбитых танков развернул башню. Стоявший у орудия командир расчета увидел опасность, но было поздно. Снаряд разорвался впереди пушки. И артиллерист потерял сознание. После сражения его нашли среди убитых. Он получил тяжелые ранения. Лишился обеих рук. Очнулся только в госпитале. 24 декабря 1943 года Василию Петрову за успешное форсирование Днепра в районе Киева, удержание плацдарма и проявленные при этом мужество и стойкость, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Более года находился в госпитале храбрый командир. Однажды боевые друзья сказали ему, «Не пора ли возвращаться домой? Полк вас ждет». Петров радостно вздохнул. Он внутренне разделался со всем тем, что мучило и подавляло его. И чувствовал, что вторая жизнь будет боевой. В стремлении вернуться его не смогли остановить ни медицинская комиссия, ни кадровики. Он вновь оказался на переднем крае войны. 27 июня 1945 года Василий Петров был удостоен второй медали «Золотая звезда». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok